друзья подписчики всем огромный привет в общем я сейчас на работе понедельник сегодня то есть только приехали вот этого с меня отпуск кому я вам горел куда я поехал на просто на выходные в другой город в отель и давайте вам покажу это самое тут просят постоянно показывать дорогу все это вот покажу вам дорогу все это значит мне а но я щас еду это самое куда я же сейчас вам не рассказал я на работе но еду на вот я вам недавно говорил для green card нужно проходить сдачу отпечатков пальцев для фбр биометрическое сканирование называется не знаю что там они еще сканируют помаду к отпечатке там они говорят что даже потом можно свой фбр-рекорд получить у них после этого ну там какая-то специальная процедура не знаю нужен мне этот фбр-рекорд или нет наверное нет зачем ты имеешь право как бы получить свою копию вот то есть они берут отпечатки добавляю тебя в базу данных и потом вы там уже дальше начинаете проходить но мне ехать к часу здесь ехать непонятно то я смотрел в один день показывала 38 минут час показывает там что-то 28 то есть зависит от трафика но видите я решил выехать пораньше чтоб запас где-то час был на всякие пожарные потому что здесь все это едешь будет какая-то конкретная авария такая же можешь все начался тянуться потом опоздаешь а если ты не пришел они считают что твоя application об антоне то есть они считают что ну все она как бы считается не действительно ее просто отменяют всю твою заявку на грин карту если ты не пришел то есть если ты не можешь прийти в этот день в это время ты должен как бы обратно отослать эту штуку и там указать пожалуйста назначите по другое время они тебя другое пришлют или может в онлайне можно сделать я не знаю но смысл том что если ты просто ничего не прислал и согласился то это считается как ты согласился с этим временем и должен прийти вот поэтому я решил взять запас чтобы уже точно как бы успеть ну всякая может быть если сам к примеру в аварию попадешь что тоже жопа пропустишь все ну сейчас раньше то я не переживал часто уже конечно переживаю потому что времени получается совсем не осталось хотя если я хотя бы даже уже сдам эти отпечатки кто потом мне нужно будет собеседование и в принципе как бы уже особых проблем не должно быть для меня в общем я вам не рассказывал ну как бы и не спрашивали про это да я не знаю интересно вообще кому-то или нет принципе как бы ладно все равно как бы говорить не о чем давайте вам тогда что рассказать вкратце тогда расскажу про поездку и потом расскажу уже вкратце зачем вообще это мне хранкарта нужно сейчас ну или в будущем чем про поездку как бы поездкой полностью доволен вот то есть это был как экспериментальная поездка который которую мы не планировали потому что я вам говорил что но это может быть будет в других влогах почему потому что я как бы несколько видео записывал там в поездке но я выложил только вот одно с телефона без телефона даже пришлось вот из двух кусков это видео соединять короче это заняло всю ночь я уже как бы не могу этим заниматься а те видео которые у меня с гоупро там вообще короче куча куча кусков которые надо обрезать соединять короче это такой геморрой и у меня всегда так получается то есть вот много видео с калифорнии пропало много видео с гавайи пропало и получается так что вот пропадают как раз таки самые интересные видео там где надо монтировать а там где монтировать не надо просто у длинные куски я всегда их выкладывал на получается сейчас я даже длинные не могу выложить видите все из-за проблемы за душу youtube бил свой видеоредактор и вот хотя бы вкратце вам расскажу что эта поездка была посвящена как бы одному году нашего знакомства с катериной поножи кто смотрел канал как бы все как мы там ну вот я с ней собирался идти знакомиться там через вот это объявление в интернете она мне написала и тогда я приехал и было это видео вот самый первый день когда мы там познакомились ну и потом там что-то мы пару раз не встречались как бы особых то у нас отношений с ней поначалу так и не было так просто там погулять то все и потом уже только где-то но это буквально вкратце вот чтобы в общую ситуацию представлять по моему через месяц когда я его пригласил в гости ну идея до этого к ней в гости приходил там и вот на работу я к ней приходил как бы эти все видео были но с ее квартиры я не записывал видео вернее я записывал но тоже не выкладывал ну короче вот вкратце такая история до что потом как-то через месяц где-то наверное она только ко мне пришла и потом ну в общем она уже когда приехала с вещами это уже месяца два прошло а потом она опять уехала когда у него была работа потом она вернулась ну и все и сейчас она как уже я уже не считал сколько времени прошло но уже как бы долго она у нас живет то есть если кто смотрит канал там как бы все это есть то есть как бы сейчас это ее уже постоянное местность жительства как постоянно ну да как-то так и чтобы как бы год знакомства это наиболее важная дата чтобы ему просто отметить где-то вообще здесь ну сплошное уныние в этом сиэтле да мы решили поехать в горы но так как все это было спонтанно потому что ну мы не собирались это уже в последний момент я решил гору все материна приглашаю тебя в горы дело в том что я-то заранее не отель не снял ничего и когда я начал короче ну пошел на экспедиум на булкин оказывается что там проходил вот в ливенворсе этот октябр фест то есть ворс это баварская деревня город такой и там проходил октябр фест это такой фестиваль когда там его вот это там немецкие сосиски ну то есть известный пивной фестиваль но туда люди едут из других штатов там с оригона едут еще откуда там просто всякий народ отдыхать и иностранцев много и то есть там ну просто все забито то есть это туристическое направление но она не настолько супер популярная знаете чтоб там миллионы были отели там отелей до хрена и всего ну полностью все арендовано и то есть ее я проверил и все то есть совом ливенворсе было свободным места только в отеле где по 500 долларов за номер но как она нам особо и не надо то есть тут дело не в том что мне там жалко на такую серьезную годовщину там потратить 500 долларов за номер но смысл том что она нам просто не надо потому что мы в отеле никогда не сидим а только приходим как бы ночевать и целый день ты где-то ходишь там про нас ну зачем какой смысл там за то что переночевать в отеле 1000 долларов платить потому что мы как за два дня ехали и из ближайших городов вот только вот этот был 20 миль от ливенворсов иначе откуда бы я вам показывал вот эту краткую съемку такую вечернюю когда можно только вот в отель вернулись с прогулок и там цены были вот этот вот вообще такой убогий убогий отель он стоил 130 по моему за одну ночь и за вторую 140 короче что-то около того разница была в 10 долларов но он еще он еще как на экспедиа был дешевле на других сайтах еще дороже в общем ну не было просто других вариантов redline был уже по 200 там 50 по моему за номер в общем вот такое вот кино и ну 300 долларов получается заплатил за два дня ну отель просто убогий как бы за эти деньги тоже если мне удастся те влоги для чего это рассказывают потому что у меня такое чувство что у меня как бы их и никогда не удастся эти влоги то выложить вот поэтому просто чтобы хоть знали что там происходило и в честь чего это все как бы сама самая краткая информация поездки вот и в не было как бы просто вариантов поэтому это единственное что было вроде как более-менее по цене но я имею ввиду там есть бассейн и бесплатный завтрак и вся эта канитель то есть там были еще какие-то отель чеки там где ничего этого нету но блин я попытаюсь соображать куда мне тут ехать вот но это как бы было такое что-то более-менее не супер дорого не этому отель конечно кал полный он был пятком набит потому что вообще нигде мест не было и поэтому они цены так задрали вот это то что мне не нравится да то есть ну в обычные дни он стоит 70 долларов этот отеля мы заплатили в два раза дороже и сейчас вот уже буквально вчера я писал там негативные отзывы и как негативные я средний поставил как бы три из пяти но то есть если бы он стоил 70 у меня бы и претензий не было как бы все у бога но и небольшая сумма ну за 150 долларов в день как бы там жить в отеле которые они задрали цены просто из-за того что местные где нету это как бы не по-человечески поэтому пускай получают 3 из 5 короче вот не суть дела в общем как бы поездка очень довольно вообще очень круто даже с учетом того что как все и дорого получилось ну как дорого не не то чтобы дорого на отель в основном деньги ушли ну и погулять там просто по городу там к примеру в тот же ресторан сходить ну в таких туристических местах я вам уже много раз говорил это получается ну 30 40 долларов обычно то есть там зайти в ресторан 30 долларов там пару там сувениров купить еще там 50 ну короче в общем в общем как бы довольно даже с учетом как бы больших затрат поездка очень хорошая была порадовала погода что не было дождей то есть классные фотки и видео можно было поделать и кроме этого все контентом зашли я вам показывал неплохие камеры там взял еще значит таки блин сюда что ли неудобно конечно вот это влоги за рулем записывать может здесь так много машин я не привык такому движению у нас там пару линий и блин пять машина здесь конечно куча линий со всех сторон и таксисты пытаются тебя подрезать и вся вот это вот комитет плюс видите сколько полос грузовики и вся эта фигня вот в общем в общем что я хотел сказать что поездка очень понравилось то есть надо просто почаще ездить но не то чтобы там каждую неделю но хотя бы раз в месяц вот надо такие поездки выбираться то есть очень хорошо отдыхаешь так ты выходные все дома просидел там максимум там знаете сходил там в какой-то парк там ресторанчик сходил но оно так не расслабляет когда ты вот это вот ночью там покатался на машине погулял по трейлам то есть посмотрел горы то есть это конечно абсолютно другое она действительно стоит этого и просто надо заранее планировать то есть если бы мы заранее планировали да то вот так бы сэкономили бы там считай 150 200 долларов ну ладно как говорится первых блин всегда гомом главное штука катерина довольна и остальное все как бы не особо-то и важно вот и ну и как я вам сказал так как будет возможность буду стараться вот ехать в такие мини поездки если будет конечно позволять там средства и время хотя бы раз в месяц будет блин куда я заехал не туда короче ладно ладно все равно времени дофига еще целый час блин я а ну пофиг мне то тут осталось одну милю ехать я короче не в тот эксид просто въехал из-за того что с вами разговариваю тут запутался короче сейчас повернем туда потом туда но и заодно посмотрите где этот иммиграционный сервис находится он видите в туквилле город называется так туквилла вот ну и все и касательно грин карты да тогда ладно уже чё шо у нас по времени я блин не вижу сколько времени на gopro и опять получится такая канитель да что окажется два куска а как их соединить короче вот ну там еще целая была история с этими конечно то мне горели в онлайне там поищи редакторы я один нашел уже там что-то за него заплатил 50 долларов он вообще не работает но я заплатил за самый дорогой там аккаунт премиум про позвонил им короче службу поддержки сказал что за дела ребят они говорят мы типа все пофиксим пудрили мозги несколько дней ну к службе поддержки как бы претензий нету они оказывается там по-русски говорят это вообще русская какая-то контора просто она где-то находится там в европе короче это не вникал особо у меня времени не то есть мне дело я посмотрел функциональность меня устраивает деньги заплатил а на деле получилось что ни хрена но не это самое не работает вот ну короче они сказали что я говорю ну это самое если она у вас не работает у тогда вверните мои деньги они сказали ладно мы там что-то попробуем вернуть сказали типа перед перезвонят но они как бы поддержки как я говорю претензий нет они перезванивают все как бы ответственно относятся то есть сами звонят вам не надо поставим их там атаковать каждый день им напоминать но где здесь что вот ну по сути ну сути дела это не меняет то есть сервис не работает поэтому как бы я если не могу им пользоваться я им так сказал что я говорю тут дело-то не в деньгах но я говорю я рассчитывал на одно у меня ничего не работает то есть как бы или верните деньги или почините говорю и он хорошо мы там ля-ля-ля-ля короче не знаю посмотрим ну не думаю что они там записал долларов будут а сильно это самая вот международный бульвар проверните написано право что здесь в общем мы уже почти приехали в общем ладно вот такая история то есть онлайн редактором пока ничего не срослось видите поэтому пока у меня возможности так и нету ничего загружать или кидать только кусками как я кидал или делать у себя на компе но я ничего не могу делать это очень как бы долго и блин это где-то здесь что ли так мне куда надо право порачиваю этот автобус тут стал ладно посмотрим сюда чужой ехать парковаться полет 7 долларов платить они охренели еще написано кэш он на хрена нам не надо я бы мог бы еще бы где-то запарковаться ладно если все здесь паркуются может быть других парковок то просто нет нет это их не парковка он написано департамента security короче в общем это их на иммиграционная парковка платная короче ладно хер с ними да это их не стопудо но в общем все правильно значит я приехал короче ладно буду тогда отключаться на этом тогда и закончим потому что потому что ну уже слишком долго получается и тем более я сейчас там запаркуюсь и пойду уже наверно туда там разбираться куда там идти ценки что там делать в общем заплатил дали мне там этот парковочный билет где бы здесь запарковаться вот здесь что ли я сюда влезу в такое маленькое отверстие вроде как влезу ладно все друзья в общем такие вот дела вот ставьте тогда лайки о 21 минута блин может быть еще видео не обрвется в общем ставьте лайки всем пока пока